Друзья, всем привет! Многие из вас знают, что я люблю марку Хонда И преимущественно езжу на этих машинах Либо на других японцах Но с годами так сложилось, что немецкая тройка всегда была в почете Например, такой концерн как ВАК В последнее время стал очень популярен У него есть прям целый клан фанатов И сегодня как раз мы встретимся с одним Из этих людей Это мой хороший знакомый, который много лет уже ездит на ВАГе У него было много различных автомобилей Ауди, Фольксваген и так далее Сегодня он нам сам лично расскажет За что же он любит так эти машины И расскажет конкретно о своем автомобиле На котором он ездит в настоящий момент Расскажет, сколько он вложил в него Либо же не вкладывал, сколько проехал и так далее Смотрим, друзья, поехали! Знакомьтесь, это Иван И сегодня он нам расскажет о своей Ауди А4 Все в мельчайших подробностях Всем привет, меня зовут Иван Я владею на данный момент Ауди А4 Кузовь Б8 Двигателем 1.8 турбо С передним приводом Коробка у меня мультитроник В простонародье вариатор Какого года она у тебя? Автомобиль 2010 года Я являюсь у него четвертым владельцем Но по факту вторым Там были перекупы с Ауди Центра Зная всю историю За авто Прямо с нуля С нуля Есть вся сервисная история Она есть вся в ВАК-портале В любом дилерском центре ее можно посмотреть И сейчас я расскажу, в принципе, что было с этим автомобилем На протяжении 140 тысяч километров Слушаю, друзья Искал я машину очень долго Потому что в этом году, в этом бюджете Уже машины, прямо говоря, уставшие Извини, перебью сразу Какой бюджет у нас был, чтобы понимать? Бюджет был 650 тысяч рублей То есть цена Соляриса Вот, хотелось что-то найти Хорошее Потому что до этого ездил на А6 более дорогой Вот, обстоятельства сложились Взять автомобиль подешевле Ну, альтернатив за эти деньги, в принципе, я не увидел вообще Вот Были муки выбора Много смотрел Много ездил Просил друзей Итак, как я увидел данный автомобиль Поехали посмотреть Пробили всю историю Все честно, все есть Автомобиль у меня без единого окраса по кузову Вот По обслуживанию Каждые 7500 Замена масла Каждые 15 ТО Со всеми проверками На 100 тысячах Первые работы были Это была замена цепи ГРМ Цепь ходит у этих автомобилей в среднем От 90, наверное, от 80 до 120 тысяч Кто как ездит Она очень легко проверяется У них есть смотровое окно Там крышечка Все это можно видеть по натяжителю цепи И на 100 тысячах были заменены передние диски с колодками А по стоимости не знаешь, сколько стоит замена цепи? Замена цепи ориентировочно в районе 50 тысяч рублей Это все вместе? Работа плюс запчасти? Работа плюс запчасти Варьируется, если брать неофициалы Где-то, я думаю, тысяча 30-40 И до 60 Это вот так мои познания Вот На данный момент пробег 140 Вскрывал на прошлом ТО вот это окошко Цепь Она натягивается автоматически натяжителем Сейчас натяжитель на 2 щелчка из 7 Натянут То есть еще, в принципе, ездить и ездить Так, тормозные колодки с дисками меняются, в принципе, как на любом автомобиле Ничего здесь сверхдорогого, необычного нет Может быть, чуть дороже, чем на корейцах Потому что есть куча аналогов И корейских, и китайских На 120 тысячах я также поменял задние тормоза И на 130 тысячах я поменял крышку цепи передней Потому что это у них проблема этого двигателя Она подтекает У меня она еще потела, сильно не текла Но я решил сразу поменять Стоит это, если не ошибаюсь 8-10 тысяч рублей В зависимости от, опять же, фирмы Я поставил оригинал Потому что отговорили Тут не та экономия Что опять ее поведет и потечет По коробке проблем никаких не было Замена масла на 60 На 120 тысячах километров Полностью, да, меняешь масло сразу? Ну, или меняли точнее? Меняли, что сливается, то заливаем Частичная замена? Да, частичная замена В принципе, коробки себя чувствуют хорошо Рвать не рекомендуется То есть, плавный старт И дальше можно ездить легко, свободно То, как хочет Мотор этот проблемный На этом автомобиле Проблемный в том плане, что здесь 50 на 50 Будет ли он есть масло или не будет? Тебе повезло? Мне повезло У меня вообще не ест То есть, за 7,5 тысяч километров У меня уходит Чуть меньше, чем треть уровня Ни разу не доливаю То есть, грамм 300 даже меньше, да? Ну, примерно, я думаю, да Грамм 300 там будет А вот Был аналогичный мотор На Passatio у меня от САЦ Там за 7,5 тысяч Я заливал 2 литра То есть, как говорят Там же поинтереснее Баговоды Это она не ест Это она просто пробует Что еще? По подвеске Ничего не менял Все отлично Делаю диагностику Каждую замену масла Проблем нет Ну, пробег в основном Трассовый у меня То есть, ты проехал Вот на машине 20 тысяч километров Именно лично твой пробег Лично мой пробег За эти 20 тысяч Конкретно ты Что сделал? Тормоза поменял, да? Насколько я понял Тормозные диски-колодки Крышка цепи Масло в коробке Ну, и несколько раз Масло в двигателе Понял Как бы и в принципе Никаких больше Турбина дует Как должна дуть С ними проблем В принципе, турбина На вагах бояться не стоит Если, конечно На нем там не ездили По 200 км в час Адекватный собственник Можно покупать смело Ничего с ним не бывает Маловероятно Машина офигенная В этом классе И за эти деньги Тем более Вот, мне очень нравится Ну, в принципе, да Слушай, за этот бюджет Она относительно Вроде свежая Ну, как тоже Свежие, да? Понятия у всех разные Ну, она клево выглядит Клево выглядит Да, она современно выглядит И все-таки это Audi Премиальный бренд Назовем вот так То есть ты едешь Да, ни на Hyundai Ни на Kia Не в обиду ребятам Кто ездит на Solaris Но все-таки Audi Где это и есть Audi Чем она мне взяла Расскажу Вообще Эта машина И, в принципе, вак Тем, что Качество материалов Обалденное Все на своих местах Все мягко Приятно Весь пластик Ничего не затирается Вообще не затирается То есть вот Видишь Не одна кнопочка Здесь все прям Ну да, панели Я вам сейчас покажу Тоже, друзья Я вообще царапины Например, не вижу Не одной Все как бы клево Второе Турбомоторы Едут, конечно Приятно Особенно после Обычных атмосферников У меня вот до нее Была Honda Civic Хэтчбэк на автомате На классическом После нее, конечно Audi Вообще песня А какой Civic у тебя был? Я думал, у тебя седан был? 5D На автомате у меня был А, так там же робот идет Автомат у меня был Именно Одиннадцатый год он был Последний Он шел на классическом автомате Пятиступенчатом Как на седане Вот После Audi Он не поехал Был жесткий Ну, в общем, не хватало мне Многого не хватало Опять же В сравнении с Vag Рулится очень клево машина На любой скорости Едешь там Будет 100-160 Она вполне себя слушается Хорошо Тормозит хорошо Ну и приятно Приятно ездить На хорошей машине Приятно ездить Не в обиду всем Машины все разные Есть и у корейцев Флагманы Очень достойные В наше время Обижать никого не буду Сам много что пробовал Собственно, вот Ну, смотри Есть же все равно Такое, как Ну, поверье Назовем вот так То, что Vag В принципе Это ломучие ведра То, что, например DSG Вот многие Ну, от многих я слышу Что ее называют Коробка 50 на 50 50 тысяч ездишь 50 тысяч вкладываешь То есть, типа, очень капризная Типа, да Она работает Очень быстро Очень, ну Хорошо Людям нравится Но она ненадежная Вот что ты можешь сказать Конкретно По Вот Ваговскому DSG Вот первый мой опыт Был как раз таки С DSG Вага Что за машина была Был Passat C Всегда мне нравилось Мне до сих пор нравится Как бы Я бы с удовольствием Еще опять взял Такую машину Всегда смотрел Прям вот С открытым ртом На нее Ну, дизайн, конечно Обалденный Но боялся Боялся Турбо Боялся DSG Все говорят Зачем Развалится При всем при этом Я всегда Много езжу Там порядка 30-40 тысяч в год Ну, довольно-таки Много Рискнул Купил Доволен Как слон Отъездил на ней Порядка года DSG у меня была Мининая по гарантии Предыдущий собственник Мне рассказал Что они ее специально Начали добивать Под конец гарантии То есть там есть Некоторые, так скажем Процедуры Поменяли ему сцепление У меня пробег был Порядка 100 тысяч Или 120 Уже не помню Давно это было Коробка чувствовала себя Отменно И пробки И московские А на каком пробеге Вот коробку поменяли Порядка 60-70 тысяч Менялось сцепление Вот И это как бы Нормальный пробег В целом Кто собирается Покупать С DSG машину Сейчас Можно нанять специалиста Либо какого-то знакомого У кого есть Диагностическое оборудование По ВАГу Там есть показатель Ход штока сцепления И можно наблюдать На сколько у нас стерто Первый диск Второй диск И в принципе Показатели эти Ну опять же Не сказать Что им можно 100% доверять Но Основываться на этом Можно При приобретении И все Кто ездил на DSG И потом Садятся на что-то другое Говорят Лучше пусть будет DSG Я буду там Накоплю 30-50 тысяч Буду иметь И в кармане И кайфовать То есть Это реально Очень классная коробка Я опять же Расскажу Про CC Passat С таким же мотором Как здесь на Audi У меня средний расход Был Порядка 7,5 литров По трассе На Беларусь На круизе 5,9 При всем при этом Запас мощности Вполне приличный Сколько лошадей Там тоже было? 152 То есть В принципе Хватает 152 силы Всего Вообще Ни разу Не было такого Что не хватает Опять же Если адекватно Подходить К сравнению Не сравнивать Там с 3,5 И так далее Отличный мотор Маленький расход То есть Вот За это я полюбил ВАК То что Он прям Едет так Как ты хочешь То есть В принципе Ну не такая уж Да и плохая Это DSG Если Нормально DSG Коробка Офигенная Просто нужно Понимать Что она Рано или поздно Может потребовать Но опять же Потребовать Она Не возьмет И не встанет В один прекрасный день Утром Что может уехать Там будут позывы То есть Она начнет Подергиваться Перестать Помощь при трогании Пропадать Начнет То есть Будет показывать В том Что братан Давай копей денежки Скоро Надо будет Подлечить Скоро Мы поедем В сервис То же самое Говорят про вариатор Что это Редкостное Говнище Так скажем Вот я езжу На мультитронике Это уже Вторая Ауди С мультитроником Мне нравится Все Все классно При этом У меня в семье Еще есть машина С вариатором Причем С одним из самых Таких Ненадежных Фирмы Джатко Это ниссан Тоже ездим Главное Понимать Что Что Вы хотите От машины И готовы Ли вы ездить Нормально Чтобы машина Вам нормально Служила Хотите гонять Берите Атмосферный На механике Ли на автомате На обычном И гоняйте Ну да Тут нужно Более Более разумно Подходить К этим коробкам К турбине К той же И не рвать Все с места Все это дело Я не скажу Что я как бы Медленно езжу На машине Просто езжу Адекватно Где свободно Я могу разогнаться Позволить Там ехать Довольно-таки быстро Не будем Про цифры Быстро Для всех По-разному Вот Адекватный подход Ездить с головой И ВАГ Будет вам Тем же Служить Верой и правдой Друзья Ну вот как-то так Владелец Ауди Рассказал нам В целом О своей машине О марке ВАГ О концерне ВАГ И В принципе Ну лично я ему верю Я думаю Вы тоже можете верить Что Это не такое уж Ломучее ведро Как ходит Некий стереотип Друзья Ну вот сейчас я прокатился Сам На этой ласточке Мнение такое То есть машина Довольно-таки мягкая Набирает она Ну на свои силы Вполне неплохо Я считаю Придом что она мягкая Она приятно рулится Предсказуемо очень Ну и в целом Да Как Ваня говорил Вредный материал То есть ты понимаешь Что ты сидишь В нормальной машине В Ауди А не в каком-то Бюджетном ведре Который ты можешь взять Для этих дней О надежности Мы вам рассказали Поэтому в принципе Если вы что-то Рассматриваете В этом бюджете Я могу рекомендовать Вам присмотреться К этому варианту И если вы найдете Неушатанный вариант Вот с полностью Прозрачной историей Как В нашем конкретном варианте То я думаю Проблем вы не будете знать И большие бабки Вы не попадете Не стоит бояться вага Такой вывод Можно сделать С этого видео Всем ровных дорог Друзья Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok